Катаракта Главная причина возникновения катаракты Изменение биохимического состава хрусталика Чаще всего это связано с возрастными переменами Происходящими в человеческом организме Поэтому, к сожалению, от катаракты не застрахован никто Можно условно сказать, что если бы люди жили до 120 лет и более То катаракта была бы у всех Почему нельзя откладывать лечение катаракты? При прогрессировании катаракты хрусталик не только мутнеет Но и становится более плотным, увеличивается в размере Что может приводить к затруднению оттока внутриглазной жидкости Быстрое повышение внутриглазного давления Острый приступ к глаукому сопровождается выраженным болевым синдромом И при отсутствии лечения приводит к необратимой потере зрения Кроме того, фокомальсификация плотного, твердого ядра хрусталика Может повлечь за собой увеличение периода реабилитации И дополнительного медикаментозного лечения Вернуть помутневшему хрусталику прозрачность нельзя Единственный способ вылечить катаракту Заменить помутневший хрусталик на искусственную интерокулярную линзу Современная ультразвуковая фокомальсификация катаракты Одна из немногих в офтальмологии и в медицине вообще Имеющая максимальную предсказуемость и полностью реабилитирующая операция Это миф и очень вредный миф Понятно желание любого человека избежать инвазивных процедур Даже уколов, не то что операции Но в настоящее время не существует достоверно доказанного Терапевтического способа лечения катаракта Кроме того, нужно помнить, что современные хирургические технологии Позволяют в течение 5-10 минут восстановить утраченное зрение Связанное с помутнением хрусталика Что, конечно, несравнимо с временными и финансовыми затратами На сомнительные курсы лечения Чтобы можно было удалить катаракту, она должна созреть? Это миф, хотя не лишенный оснований Медицинские технологии 25-30 лет назад позволяли удалять хрусталик только целиком Что требовало больших разрезов использования швов Это не подразумевало высокий зрительный послеоперационный результат Поэтому приходилось ждать, когда хрусталик станет плотным и полностью непрозрачным Человек был вынужден сначала практически полностью ослепнуть Чтобы потом улучшить зрение Годы прошли, технологии в медицине шагнули далеко вперед И сейчас мы удаляем катаракту на любой, даже самой ранней стадии В момент, когда катаракта начала мешать нормальному зрению Как следствие, сменился и подход к лечению заболеваний Операция, проведенная на начальной стадии, более проста Результат более предсказуем, а восстановление проходит быстрее и легче Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!